Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа «Вести Карачаева, Черкесия» в студии Дарья Тензит. В Музее истории церкви и казачества при Никольском соборе Черкеска отметили труд добровольцев, которые на протяжении длительного периода времени отправляют гуманитарную помощь в зону специальной военной операции. Подробности у Артура Махце. В один из 12 важнейших праздников в православном календаре «Преображение Господне» торжественные службы прошли во всех храмах страны, в том числе в Карачаево-Черкесии. Для добровольцев храма Николая Чудотворца в Черкесске этот день стал двойным праздником. Здесь также отдали дань уважения тем, кто помогает фронту. В Музее истории церкви и казачества собрались добровольцы и волонтёры, которые с самого начала спецоперации оказывают бойцам посильную поддержку. Кто-то плетёт маскировочные сети и делает окопные свечи. Другие шьют или вяжут вещи для бойцов. Третьи ведут сборы на генераторы, рации для военных и доставляют помощь мирным жителям, детским домам в новых российских регионах. Это очень большой колоссальный труд, причём это не труд от праздника к празднику, это постоянный труд. То есть они ежедневно приходят в Николин уголок рано утром и, например, плетут маскировочные сети. Когда приходит сезон, мы изготавливаем окопные свечи, браслеты выживания. Вот сейчас отправили помощь в Курскую область. И таких неравнодушных людей, которых объединил Никольский храм, более 500. Поблагодарить их за доброе дело пришли представители общественных организаций. Несколько волонтёров получили благодарственные письма главы республики. Когда была объявлена мобилизация наших ребят, у нас в Центре образования открылась такая небольшая группа единомышленников среди детей, педагогов, родителей в помощь этим ребятам. Потому что мы понимаем, что как бы государство ни помогало, всегда народ участвует в помощи нашим ребятам, солдатам, людям, которые в этом нуждаются. Мы ещё открыли очень важное производство для фронта. Это производство беспилотников, дроны. Первую партию у нас уже взяли, отправили на СВУ. Мы ждём ответа. Производство налажено. Любые объёмы мы можем выполнять. В Карача-Черкесии не было такого производства. Теперь оно будет, собственно, производство Карача-Черкесии. Инициаторами мероприятия выступили сопредседатели регионального штаба Народного фронта Геннадий Жданов и духовенство Никольского собора. После награждения состоялось чаепитие, за которым ключарь Никольского собора протоиереи Сергий Кузнецов поздравил добровольцев и поблагодарил их за труды. Артур Мухце, Ольга Савенко, Ренат Муков, Вести, Карачаево-Черкесия. В Карачаево-Черкесию поступило 2466 единиц переизданных учебников «История России» для 10 класса с внесёнными изменениями в главу репрессированных народов. Напомню, ранее министр просвещения России Сергей Кравцов и глава Карачаева-Черкесии Рашид Семрезов обсудили вопрос переиздания учебника «Истории России» для 10-11 классов и объективного изложения в нём исторического факта о депортации ряда народов СССР, в числе которых был репрессированный карачаевский народ. В 2023 году была создана рабочая группа из руководителей регионов и народов, которые были репрессированы. С ними были согласованы предложения для внесения изменений в главу репрессированных народов в новом учебнике «История России» в 10-11 классах. Для детей из Карачаева-Черкесии и всех школьников нашей страны историческая справедливость восстановлена. Учебники будут распределены во все города и районы республики. Сотрудники госавтоинспекции отдела МВД России по Черкесску совместно с Управлением образования городской мэрии провели в Республиканском центре профилактического мероприятия «Ребёнок-пассажир». Дорожные полицейские активизировали работу по предупреждению детско-дорожно-транспортного травматизма и обеспечению безопасности дорожного движения. А также популяризация использования детских удерживающих устройств и автокресел. Инспекторы провели массовые проверки водителей на территории города для выявления и пресечения нарушений правил перевозки детей. В ходе проводимых мероприятий сотрудники госавтоинспекции республики вели профилактические беседы с участниками дорожного движения, а также вручали памятки тематической направленности. Аналогичные мероприятия прошли также во всех районах Карачаева-Черкесии. Госавтоинспекция призывает водителей к неукоснительному соблюдению требований правил дорожного движения и напоминает, что за нарушение требований к перевозке детей штраф в размере 3000 рублей на водителя транспортного средства. Наши дети – это самая уязвимая категория населения. Берегите детей, проводите с ними профилактические беседы для уменьшения травматизма, проводите инструктажи при организованной перевозке детей и, самое главное, перевозите детей в автокреслах. За нарушение правил перевозки пассажиров предусмотрено административное взыскание на сумму штрафа 3000 рублей в соответствии со статьей 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В связи с этим обращаемся к водителям. Перевозите детей в специальных детских удерживающих устройствах для предотвращения детского дорожного транспортного травматизма. Сейчас о погоде на выходные, а после мы продолжим выпуск. Редактор субтитров А.Семкин Чистый воздух наполняет легкие ожирчания реки, успокаивая душу. Идеальное место для отдыха от городской суеты и восстановления сил – Архыз. Некоторые туристы предпочитают отдых в отелях, а другие – в палатках. Почему рай в шалаше узнавала Альбина Ламкова. Приезжаем зимой на лыжах здесь кататься летом, походить по горам, посидеть на полянке, послушать пение птичек. Ну, подышать свежим воздухом, посмотреть на ваше великолепное небо, на яркие звезды. У вас небо необычайно темное, звезды необычайно яркие. У нас несколько иная природа. Хотя мы из Краснодарского края, нам очень удобно, потому что мы вроде бы недалеко. Но хорошая дорога, быстро добираемся. У вас очень гостеприимный народ. Все условия есть для отдыха – хорошие поляны, речка чистая. Палатка, спальный рюкзак и побольше еды, потому как на свежем воздухе аппетит всегда хороший. Но все же главная причина поездки в Архыз – насладиться тишиной и покоем, прогуляться по лесным тропинкам, полюбоваться красотами природы. Здесь, как в раю, отмечают туристы из Краснодарского края. Их сопровождают верные четвероногие друзья. Очень добрые и любопытные. Мы уже отдыхаем не первый год. Любим такое уединение с природой. Мы очень любим туризм. И поэтому отдыхаем, где нравятся какие-то места, выбираем и приезжаем. В этом году мы отдыхаем здесь, в Архызе. Зимой мы приезжаем сюда кататься на горнолыжный курорт. Семья Арготенкова из Ставрополя. Отдыхать в палатках и наслаждаться красотами уникальной природы Архыза уже стала доброй традицией. Всегда выбирают место возле реки. Она кристально чистая, горная и холодная. Но это не помеха для ныряния в неё. Вот эти места – это наше детство. И дети наши маленькие были всегда. Мы сюда приезжали более часто. Сейчас, когда у них уже свои семьи, ностальгия по этим местам сохранилась. И когда мы приезжаем сюда, мы, конечно, вспоминаем и минуты детства, и то время, которое мы здесь провели. Ну и всегда с радостью здесь бываем. Очень хорошо, что вот отведено такое хорошее пространство. И люди из разных уголков, я думаю, здесь не только Ставропольский край, приезжают и в очень комфортных условиях могут расположиться и какое-то время провести. Для любителей активного отдыха есть возможность заняться рыбалкой, сбором грибов и ягод, а также отправиться в поход на вершину ближайшей горы. Каждый желающий может найти укромную долину с разнотравием и напиться минеральным источником вкуснейшей воды. В основном летом, но бывало и когда мы осенью приезжали, то есть здесь места очень богатые грибами, орехами и разные пейзажи, ландшафты. Очень красивый, свежий воздух. И с года в год, когда мы приезжаем, замечаем рост и развитие этой территории. То есть очень развивается национальная программа туризма. Мы заметили много обустроенных стоянок и для машин, и для туристов. Заметили большое количество, по сравнению с предыдущими годами, туристов из разных регионов нашей страны. Мне нравится отдыхать в подобных местах, то есть с горной местностью. Ну и в будущем, конечно, я продолжаю, наверное, буду продолжать сюда приезжать. Ну, потому что это такое некое воссоединение с природой, так еще и моя родина. И, в принципе, красивое место, свежий воздух. Сын Татьяны Елисей считает Орхы своей родиной, так как самые яркие воспоминания детства связаны с его окрестностями. Летний каникул он проводил в здешних местах. Сейчас он с родителями живет в Турции. Вроде бы тоже многие едут в Турцию, но мы все равно летом там не остаемся, приезжаем отдыхать сюда, потому что здесь все-таки места радуют разнообразием. То есть здесь и разные деревья есть, и горы, и реки. И очень приятные люди. То есть я останавливаюсь, я всегда посоветую, что купить. И очень много здесь телебных трав, и настоев, и разнообразной национальной кухни, которая подходит на любой вкус. Невозможно оценить лесные запахи, тепло вечернего костра, красоту закатовой и романтику отдыха в палатках, говорит Елисей. Именно эти воспоминания будут заряжать туристов до следующей поездки в Орхыз. Альбина Ламкова, Ренат Мука, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчугский район. На четыре дня Карачаева-Черкесия стала спортивной столицей страны. Завершилось первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Высокие состязания по уже сложившейся традиции принимала станица преградной Урубского района. Ахмат Халкечев продолжит. После официального открытия от имени главы Республики Рашиза Тимрезова и всего депутатского корпуса гостей и участников состязаний поприветствовал спикер парламента Александр Иванов. Спортсменам он пожелал исключительно здорового азарта и честных побед. Большая честь для всех нас и я думаю, что это будет большой праздник и вы подарите хорошие результаты. Мы возлагаем на вас очень большие надежды. Хочу пожелать, чтобы вы нашли здесь не только победы, но и подружились. В соревновании собрали около 400 сильнейших борцов из более чем 30 регионов страны. В первый день состязаний за выход в полуфинал боролись борцы в весовых категориях 57, 70, 86 и 125 килограммов. Ну а победители по ним определились уже во второй день. С теми рамы правильный подход был и как видите получилось. Соперник в финале, честно говоря, не думал, что такой крепкий. Сложно было, нормально. Оспаривая звания сильнейших в своих весовых и возрастных категориях, на ковры первенства выходили как победители национальных состязаний, так и чемпионы мира. На третий и четвертый день сильнейших определили веса 61, 65, 74, 79, 92 и 98 килограммов. Здесь, как прогнозировали спортивные аналитики, у нашей республики имеются безусловные фавориты. Именно на эти веса у нас есть хорошие ребята, 65 килограммов борцы Дубаев, Рустам, Джан Дубаев, Амаль, 79, Тамбиев, Азрит, тоже придет в Россию по молодежи. И на завтра, мы надеемся, у нас будут медали. Ожидания главного тренера сборной нашего региона подтвердились практически полностью. В финале Амаль Джан Дубаев стал обладателем золотой медали, а Рустам Дубаев завоевал серебро. По всем возрастам в этом году на России представители Карачаево-Черкесии очень хорошо выступили. И с каждым годом чувствуется, что уровень борьбы здесь в Карачаево-Черкесии поднимается. Потому что работают тренера, очень много молодых тренеров, перспективных тренеров, которые отдаются своей работе. По результатам этих соревнований будет сформирована сборная команда нашей страны, которая в конце октября поедет на первенство мира в Албании. Сильный состав российской сборной по вольной борьбе гарантирован, отмечались судьи, следившие за состязаниями. Ахмат Халкищев, Виктория Карпенко, Вести Карачаево-Черкесия, Урупский район. Субботний выпуск Вестей подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Приятных выходных, отличного отдыха и незабываемых впечатлений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова